Представители Республиканской партии США не будут поддерживать предоставление помощи Украине без рассмотрения законопроекта о защите границ США. Таким образом, они пытаются доказать демократам серьезность своих намерений по защите границ страны. Об этом изданию «Голос Америки» заявил сенатор и республиканец Джим Риш. «Мы, республиканцы, очень серьезно относимся к закрытию нашей южной границы. У нас около 10 тысяч нелегалов в день пересекают границу Соединенных Штатов, и нам нужно защищать нашу границу в первую очередь». Говоря о привязке вопроса южной границы к насущной потребности в помощи Украины, Риш подчеркнул, что не думает, что это затянет процесс принятия решений. На заявление республиканцев отреагировали демократы. По словам Чак Шумера, «Лучше защищать демократию американскими ресурсами сегодня, чем американскими солдатами завтра. В этом заключается опасность попустительства таким тиранам, как Владимир Путин». Тем временем, конгрессмен-демократ из Пенсильвании Брэндон Бойл объяснил, почему в Сенате возникли споры касательно нового пакета военной помощи для Украины. По его словам, поддержка республиканцев – это не о том, что происходит на поле боя, это о том, что происходит внутри партии». Бойл отметил, в республиканской партии есть три течения, более половины из ее членов представляют первое течение. Это те, кто привержен традиционным принципам активной внешней политики партии и не боятся выражать свою позицию. Второй группой он назвал изоляционистов. Они активно выступают против поддержки Украины, и хотя их абсолютное меньшинство, их влияние растет.